Большой всем привет! У нас очередной ежемесячный отчет о наших сыгранных настольных играх, о том как мы играли, что было интересного и что больше всего запомнилось. Конечно, целый месяц на столе у меня лежали герои земли, воздуха и моря, поэтому вроде бы и без вариантов игра месяца тоже герои, но неожиданно есть о чем поговорить кроме них. Про саму игру куча просто материалов на канале и большущий рейтсплей на 5 часов и правила и все что угодно по ней есть, можно тем кто интересуется игрой можно все посмотреть. Да, играл я мне только соло, поэтому может быть не до конца понял ее прелести и недостатки, но тем не менее интернатив по времени потраченной на игру и вообще впечатления как соло развлечения наверное нет, ну фактически она в общем-то царила на столе весь этот месяц. Тем не менее игрой месяца я бы называл другую игру, сейчас я поясню почему. Несмотря на то, что я вроде бы топлю за соло настольные игры, что это вполне себе хорошее развлечение, все-таки настольные игры это социальная вещь и наиболее сильное впечатление в этом месяце оказала старая игрушка комната 25, в которой мы сыграли всего лишь один день и всего лишь три партии, но это было очень интересное впечатление. Сама игра конечно не идет ни в какое сравнение по интересу и по устроенности допустим с тем же Dungeon Pets и героями, но по эмоциональной составляющей она в этом месяце просто себя показала очень необычным образом, это я должен рассказать и для себя на память и думаю будет интересно послушать и со стороны. Итак, мы ее достали совершенно случайно, наша семья в карантине, как и все наверное сейчас и несмотря на то, что казалось бы больше времени для настольных игр, это почему-то оказалось не так, у всех какие-то свои дела, все чем-то заняты на удивление, но в какой-то момент захотелось вспомнить какую-то игру, поиграть и младшая дочка достала комнату 25 и нас фактически насильно всех троих, остальных троих усадила за эту игру. Мы ее не доставали очень давно, она у нас была в лидерах почти два года назад, даже не почти наверно в 2018 году, когда мы в нее играли очень много и фактически и в основном из-за того, что у нас появились новые знакомые, которые заинтересовались настольными играми, но мы им показали только комнату 25 и они в общем-то ни во что другое играть больше не хотели и мы разумеется каждый раз встречаясь играли только в эту комнату 25. Потом она немножко поднадоела и мы ее не доставали и в этот раз попробовали вспомнить как в нее играть, подключились все четвером и знаете какой был интересный эффект. Игра эта в кооперативе не очень интересная, ну как на несколько раз, но мы играли в нее только в кооперативе, по простой причине, что с маленькими детьми в нее в режиме с предателем играть невозможно. Немножко расскажу, чтобы про игру кто не знает. Вы находитесь в некоем замкнутом пространстве, состоящем из 25 комнат. У них есть опасности, разные неприятности и так далее. Ваша цель из этого комплекса удрать, убежать. И в кооперативе вы сражаетесь с самой игрой, а в режиме с предателем один из игроков в тайне, он на стороне этого комплекса, он охранник, его цель чтобы вы не убежали. И если первый режим интересен, но ненадолго, то второй режим уже получается своего рода такой пати-гейм, где вы просто на нервах пытаетесь определить, кто же все-таки враг. И тот, кто играет за охранника, у него самая такая напряженная роль, потому что ему нужно не выдать себя раньше времени и потом в какой-то момент сделать так, чтобы все планы по выходу из комплекса разрушились. Так вот, самый интересный режим с детьми было играть невозможно два года назад, потому что они хотели играть с предателем, но по ним было сразу видно, мгновенно видно, кто предатель и никакой игры не получалось. Даже если им не выпадал режим охранника, все равно было видно, кто есть кто, потому что они расстраивались или, например, дочки говорили, я хочу сыграть охранником. То есть два года назад они не понимали прелести этого режима. В этот раз мы играли с охранником и дети играли полноценно. Это было настолько впечатляюще, то есть девчата смогли как-то с ней сыграть и не выдать себя. Причем даже младшая, восемь лет, да, ей было два года назад, шесть лет она не могла играть, сейчас ей восемь, и она как-то сумела сыграть и при том всех еще обыграть. Это было настолько впечатляюще, что в процессе партии я даже записал небольшой фрагментик, сюда выставлю, это было классно. Первый раз сыграли в режим с предателем с девчатами. Раньше они не тянули, потому что сильно выдавали. В этот раз сыграли так хорошо, что мы их не раскусили, и они обоих родителей поскидывали в горячую комнату. Да, Рада! Да, Рада. В конце я не думал, что Рада, я думал, что старшая предатель, потому что она типа лыбилась. Я ее всяко гонял. Мне смешно было. И уже пришел с Радой в комнату, мы должны были выиграть, и она меня пихает в огненную комнату. Я не знала, что там она. Да, она в это, и мы сгорели. И так вот охранники выиграли. И кстати, вот я охранник, и у меня как раз движение поедать. В общем, молодцы. Уже можно выиграть полноценный режим в эту игру, потому что без предателя она не такая интересная. Предатель выиграл. Вот этот эффект, то, что мы в игру, которую взрослую игру, которую мы не могли играть с детьми, в этот раз сыграли в полноценном режиме с предателем, и сыграли довольно эффектно. Впечатление из-за этого было, наверное, самое сильное от игры комната 25. Несмотря на то, что она у нас как бы уже забыта и давно не доставалась. Кроме комнаты 25 и героев, я еще могу отметить Dungeon Pets, который мы тоже давно очень не доставали. Одна из любимых моих игр. Мы сыграли одну партию, и тут не доиграли в нее. И я хочу сказать, что вот одна из причин, почему мы с женой почти перестали играть в настольные игры, это вот ее нежелание проигрывать. Мы начали играть в Dungeon Pets. Чем хороша игра? То, что она кажется очень сложной, но даже спустя большой перерыв мы практически за 10 минут вспомнили, как играть, и вполне себе начали играть. Так вот, она увидела, что проигрывает посреди партий, и сразу же испортилось настроение, нежелание играть, броски карточек. Явное показывание, что все, уже буду доигрывать, но сквозь зубы. Это очень неприятно. То есть нет удовольствия в игре, когда игрок, один из участников не получает удовольствия. Вы сами, наверное, знаете этот момент, когда вы, допустим, собираетесь в большой группы, и даже если один игрок из этой группы или не хочет играть, или не понимает, в чем здесь дело, или портит все настроение, то все получают негативное впечатление от игры. Вот одна из причин, почему мы почти перестали играть с женой. Это в конкурентные игры. У меня есть надежда, что может быть какой-то кооператив зайдет, но я думаю, что дело тут не в этом, наверное. Ну, так или иначе. Итак, три игры я могу отметить в этом месяце. Это комната 25, в которой мы играли всего один день, но которая подарила очень своеобразные и необычные эмоции. Это герои, который играл целый месяц потихоньку. Это большая 4х стратегия, в которую можно при желании развлекаться даже в одного. Ну и Dungeon Pets, одна из любимых моих евро, которую достаешь каждый раз и радуешься тому, как она устроена. Но игрой месяца, получается, назначаю для себя, для магии на стольный фига, для канала это герои. А по эмоциональному впечатлению и игры месяца для семьи, это комната 25, со своим неожиданным таким сюрпризом, когда маленькие дочки начали обыгрывать родителей, даже в такую игру на влев, на скрытие, на скрытность. Это было очень интересно. Спасибо, что посмотрели, всем пока и до новых встреч на канале.